На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сераева. Вначале коротко о главном в этом выпуске. Отходы онлайн на вопросы югорчан ответили руководители профильных департаментов округа. До весны еще далеко, но на крышах многих зданий можно увидеть сосульки. Сегодня в нашу телекомпанию обратился житель 22-го дома, что в 9-м микрорайоне. По мнению мужчины, крыша его многоквартирника небезопасна. На ней образовались многочисленные ледяные наросты. Несколько раз он обращался в свое ЖЭО, но альпинисты приехали только после звонка в нашу телекомпанию. Владимир Павлович уже вторую неделю обивает пороги ЖЭО-2. Сейчас эта компания называется МСК-сервис. Мужчина обеспокоен, что огромные сосульки в любой момент могут упасть. Возле подъезда часто играют дети. Я обратился первый раз, по-моему, на той неделе где-то. Не помню, среда или серг, может, во вторник. Мне сказали, да-да, примем все, вы в списках, заявочки, там, ну, что-то многое наговорили. Вчера ходил, с начальником в ЖЭО поговорил, показал ему. Да-да, вышка дорого, да-да, и все на этом. Сегодня Владимир Афонин в ЖЭО уже решил не идти, обратился на телевидение. Спустя 20 минут после нашего звонка в управляющую компанию рабочие были на крыше 22-го дома. Обслуживающая организация пояснила, что в данный момент все заявки от жильцов приняты и поставлены в очередь. Первым делом коммунальщики стараются чистить дома славиноопасными кровлями. Как, например, крыши домов 25-го и 26-го. Здесь уже скопилась огромная снежная шапка. Между этими домами постоянно ходят дети со школы и обратно. Слава и Артем признались, по этой дороге они срезают путь домой. Мы в голову смотрим. И было уже пару раз, что падали возле нас. Но так повезло, что нас не упали. Нас не задело. На метра два отходим от этого дома, на метра два, и проходим эту местность. Если вы увидели неочищенную кровлю, можете сообщить службу муниципального контроля. Свои сообщения можно направлять на электронный адрес, который вы видите на экране. Специалисты просят присылать фотоматериалы с указанием конкретных адресов не только многоквартирников, но и всех учреждений и магазинов. В том случае, если снежные массы представляют особую угрозу, необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Мария Сераева, Денис Ифремов, телерадиокомпания «Юганск». Убирать стали лучше, но жалобы по-прежнему есть. Нефтьюганцы обращают внимание властей на некачественную уборку снега, земель общего пользования и внутриквартальных проездов. По этому поводу сегодня в администрации состоялось обширное совещание. На встречу пригласили все подрядные организации и управляющие компании города. С Нового года во дворах стало значительно чище. И тем не менее, в некоторых микрорайонах есть пробелы. Где-то сильная колейность или неубранные кучи. Кстати, большие скопления снега иногда появляются и от управляющих компаний. Сгребая снег, они оставляют его на земле общего пользования. Администрация призвала организации к ответственности. Мы просим всех выполнять свои обязательства в полном объеме. Да, иногда, может быть, действительно наши подрядчики недобросовестно делают то, что заваливают где-то насаждение, но мы за это их наказываем. Подрядчики, в свою очередь, обратили внимание главы города на другую проблему. Многие жители не убирают автомобили во время снегоуборки. Отсюда некачественная очистка. Предупреждающие объявления не всегда замечают. Мы начали размещать объявления на дверях, где домохон. Но у нас предупредили, что этого не надо делать. Есть темп для объявления, развешивайте там. Глава города настоятельно рекомендовал управляющим компаниям и подрядным организациям наладить взаимодействие в этом вопросе. Расклеивать объявления заранее или рассылать оповещения в чатах домов. При этом важно, чтобы каждый житель тоже относился ответственно и не препятствовало снегоуборке. Другая тема, которую подняли на совещание – крыши многоквартирников. 60 дней мы будем ждать, пока уберут с крыши снег. А возможно ли данные сроки, если дополнительно обратиться, если управляющая компания эту работу не проведет, как-то уже более жестко к ним относиться. Власти города отметили, что управляющая компания отвечает за уборку наледи с крыш с первого дня обращения жителей. И в случае чрезвычайной ситуации будет подниматься вопрос не столько об административной, сколько об уголовной ответственности. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Как обращаться с отходами? В социальной сети ВКонтакте вышел выпуск масштабного проекта. Нефтьюганцы получили возможность обратиться к специалистам в прямом эфире. На вопросы югорчан ответили руководители профильных департаментов округа. Тема эфира – обращение с отходами, экологический подход в Югре, формирование инфраструктуры ТКО. Еще до начала эфира в сообществе «Юграэкология» жители задавали интересующие их вопросы. Самые популярные – тарифы на вывоз мусора, введение раздельного сбора отходов, обустройство новых контейнерных площадок, размещение на них, камер видеонаблюдения и другие. «Можно ли освободить от начислений платежей за несовершеннолетних детей? Вопрос этот популярный задавался к нам не единожды». «Для многодетных семей 50% компенсации льгота по услуге обращения с ТКО. То есть они платят 50% от начисления». Часть вопросов югорчане смогли задать в прямом эфире. Надо заметить, эта прямая трансляция оказалась первой в истории проекта официально онлайн. Строка «За вывоз мусора» появится в единой платежке. Расчетно-кассовый центр сообщает, что с 1 января изменился порядок начисления платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. С Нового года договор на прием платы за вывоз мусора с региональным оператором «Юграэкология» заключил расчетно-кассовый центр. Теперь горожанам, которые являются его абонентами, придет единая платежка с новой строкой. Всем остальным отдельную квитанцию будут по-прежнему приносить в почтовые ящики. Добавить две даты в окружной календарь. В «Югре» стартовало онлайн-голосование за введение новых дней памяти. Одна из инициатив исходит от нефтеюганцев, вторая – от города Радужный. Что предлагают вспоминать 11 и 16 декабря? Смотрите в сюжете. В календаре памятных дат «Югры» десятки событий. От открытия первой в регионе библиотеки до начала отправки нефти на Большую Землю. Конкретно в январе югорчане отмечают первый съезд Советов Сургутского района в 1924 году. День рождения почетного нефтяника Павла Коровина и проходку первой эксплуатационной скважины на Самотлоре в 1969-м. И это только некоторые даты. Добавить в югорский календарь еще одну дату и сделать 16 декабря днем памяти первого всенародно избранного мэра Владимира Петухова предложили нефтеюганские общественники. Отметим, ежегодно этот день становится знаковым для горожан. К памятнику приносят цветы, звучат воспоминания и стихи. Сегодня горожане, кто помнит, чтит твои дела. С прискорбием головы склоняют пред памятником, что воздвигнут честь тебя. Второе предложение от жителей города Радужный законодательно установить в Югре памятную дату 11 декабря, посвященную ветеранам боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и других государств. Высказывая свое мнение, нефтеюганские участники боевых действий считают, что такой важный шаг нужно обсуждать шире. В нашем округе существует очень много организаций ветеранских. Этот вопрос нужно обсуждать. В рамках воинской славы у нас уже зима идет и 15 февраля, и 23 февраля праздники. Я считаю все-таки, что нужно собраться всем ветеранам, обсудить, обговорить, посмотреть и определить, почему, допустим, не назначили непризнанный праздник, день ветерана боевых действий 1 июня. Он непризнанный, но он уже пользуется с 2009 года, и все поздравляют. Голосование по двум датам проходит на сайте «Открытый регион Югра». Там же можно увидеть предварительные результаты. Пока лидирует предложение от Радужного. Изменить ситуацию и высказаться можно до 3 февраля. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Всего в России 211 праздников. Одни из них являются выходными днями, другие нет. Нужны ли нефтьюганцам дополнительные памятные даты? Ответ на этот вопрос на улицах города искал наш корреспондент. Может быть, есть дни, которые стоило бы назначить праздник? Ну, пока все отмечены, по-моему. Ну, наверное, православные и мусульманские праздники можно бы в охотными. Ну, наверное, праздники все есть. Но вот я защищала бы и птиц, и животных. Вот я люблю это, поэтому я их кормлю всегда, они меня ждут уже. Ну, наверное, есть такой праздник, я просто не знаю. Маловато будет. А какой бы вы вели? Ну, и сейчас дума, ну, или уже, наверное, передумала, да, скорее всего, о введении четырехдневной рабочей недели. Это будет самый лучший праздник. Нет, достаточно праздничный день. Я считаю, для... У нас на каждую профессию есть профессиональный праздник. Единственное, что он не выходной. Ну, если все профессии взять и выходные не сделать, тогда работать некормально. Например, в высокосный год можно сделать... Какое, 31-е? 29-е. Ну, как бы, это раз в четыре года, и, мне кажется, для россиян нужно сделать такой вот праздник. Вот такой день сделать, ну, что, красный день календаря, да, праздничный день. Ну, наверное, четверг. Почему? Не знаю. Ну, четверг больше всего уроков. Какой день в году вы хотели бы сделать праздничным? 25 мая. Почему? А? Почему? Почему? У меня день рождения. Югорчан приглашают к участию во всенародном проекте «Лица Победы». Это крупнейший международный цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Депозитарий функционирует на базе Московского музея Победы. В настоящее время банк данных вобрал в себя более 150 миллионов фото и текстовых документов. В самом музее создана народная экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка, рассказать его историю своим потомкам. Внести в депозитарий информацию о родственниках, знакомых или земляках может любой югорчанин. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта historydepositarium.ru, прикрепить фотографию героя, указать годы его жизни и информацию о нем, чем он занимался во время войны, где воевал, работал. Присоединиться к проекту «Лица Победы» можно и с помощью мобильного приложения, а также почтового отправления. Перезимовать в Ларнаке. Розовые фламинго слетелись на Кипр. Подробнее в рубрике «Другие новости». Тысячи фламинго оживили своим присутствием пейзаж на солёном озере Ларнака на Кипре. Здесь они проведут зиму. В последние годы сюда слетается всё больше этих розовых птиц. «Большинство фламинго не прилетали на это солёное озеро, поскольку до 2016 года оно было пересохшим». Кипр часто страдает от засух. Но в этом году дожди наполнили озеро. А это значит, что у фламинго будет достаточно еды – ракообразных, моллюсков и водорослей. «У фламинго цвет оперения розовый. На самом деле крылья у них чёрно-белые, но основной цвет розовый. Он становится таким из-за красных рачков, которых птицы находят в солёных озёрах и поедают». Каждый год на Кипр прилетают до 18 тысяч фламинго. В этом сезоне на озёрах Ларнака и Лимассол их насчитывается 12 тысяч. Фламинго летят на зимовку из Ирана, Турции, Израиля, Испании и Франции. Если озёра на Кипре слишком глубокие, птицам трудно добывать пищу. К тому же вода становится менее солёной, и в ней хуже размножаются ракообразные. В таком случае фламинго улетают зимовать на африканские болота. А если условия очень хорошие, то птицы остаются на Кипре на всё лето.